Мы сначала минимальный размер оплат повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают. Всем привет. Вопрос. В чем кроется причина всех проблем российской экономики? Вот не больше и не меньше. Почему отечественная промышленность имеет низкую производительность труда и не способна обеспечить страну высокотехнологичной продукцией? Почему сельское хозяйство, несмотря на тепличные условия продуктового эмбарго, едва дотягивает до показателей 30-летней давности? Почему у нас постоянно растет износ производственных мощностей, а главным местом приложения инвестиций является нефтегазовый сектор? Где наши эффективные собственники и когда же они, наконец, расправят плечи? Понятно, что проблема эта многофакторная, и ответить на поставленные вопросы одним предложением нельзя. Правда, некоторые умудряются. Довольно популярным объяснением наших экономических неудач является якобы убийственная для бизнеса налоговая политика государства, которая забирает у коммерсанта всю прибыль, лишая его стимулов к инвестициям и развитию производства. Словосочетание «плотину логи» стало излюбленным мемом отечественных либералов. С его помощью они пытаются убедить общественность. Правильный рыночный либеральный капитализм не может развиваться там, где нескончаемыми поборами угнетают ростки предпринимательской инициативы. Сторонники такой точки зрения часто в качестве доказательства приводят сумму существующих в России налоговых ставок. То есть берут 13% НДФЛ, добавляют туда 30% страховых взносов, 20% НДС, а еще акцизы, налог на имущество, транспортный налог, таможенные пошлины. В общем, все подряд. На выходе получаются пугающие суммы, которые некоторым дают основания утверждать, что из каждой тысячи рублей государство забирает у нас 800. Ты великий математик, Паш, как тебя зовут? В ответ на такие рассуждения мне всегда хочется задать вопрос. Вот в 2013 году во Франции был введен налог на роскошь в 75%. Значит ли это, что французы с учетом всех остальных сборов отдают государству больше 100% своих доходов? Так что же на самом деле? Вопросы к российской налоговой системе действительно есть. Однако касаются они не величины налогового времени, а того, как эта нагрузка распределяется внутри экономики. На чьи плечи государство взваливает основную ношу, а кого тщательно оберегает от поборов. Начнем с объема собираемых в России налогов. Для того, чтобы его определить, необходимо из доходов консолидированного бюджета вычесть все неналоговые поступления, такие как займы правительства, доходы от управления госимуществом, платные услуги населению и так далее. Получившуюся величину нужно соотнести с ВВП. По данным Федерального казначейства, в 2018 году этот показатель составил около 33%. Относительно западного мира это, прямо скажем, не очень много. В странах ОСР эта доля в среднем выше на полтора процентных пункта. А уж в сравнении с Францией, Бельгией или Данией налоговая нагрузка на экономику России выглядит и вовсе очень скромной. Откуда же берутся эти деньги? Современная фискальная система представлена большим многообразием налогов и сборов. Но сегодня наш анализ будет посвящен тем видам платежей, которые напрямую относятся к производственной деятельности фирм. Особую значимость в них имеют две группы налогов. На капитал, его основу составляет налог на прибыль предприятия, и налог на труд. В него включается подоходный налог физических лиц, НДФЛ, а также обязательные взносы на страхование, пенсионное, медицинское и социальное. Какую же долю каждая из них занимает в государственной казне? Первое, что бросается в глаза – устойчивый рост налога на труд. С середины 2000-х его доля в ВВП выросла на четверть. Примечательно, что основной вклад в этот рост внесли социальные взносы, а доля НДФЛ менялась значительно меньше. Чуть позже мы вернемся к этому вопросу, а пока рассмотрим налог на прибыль. Его значимость в бюджетной системе за тот же период снизилась на треть. Вообще у этого налога в нашей стране занимательная история. В 90-е годы Ельцин – это икона российского либерализма – установил налог на прибыль в 35%. А начиная с 2000-х, душитель рыночных свобод Путин дважды снижал размер налога до 24%, а потом и до 20%. 17 из них зачисляются в региональный бюджет и 3 в федеральный. При этом региональные власти имеют право понизить налоговую ставку до 12,5% для отдельных компаний с целью привлечения инвестиций. Сельскохозяйственные предприятия отчисляют государству лишь 6% прибыли, а резиденты особых экономических зон – и вовсе 4,5%. Всевозможные льготы и вычеты значительно сокращают размер налоговой ставки. Чтобы рассчитать ее эффективное значение, необходимо знать совокупную валовую прибыль предприятий, амортизацию основного капитала и общий объем собранного налога на прибыль. В 2018 году такая ставка составила 12,5%, то есть всего лишь две трети от значения, установленного налоговым кодексом. Вернемся к налогу на труд. Он состоит из НДФЛ и страховых взносов. Формально оба налога перечисляют государству бизнес. Однако источником этих выплат является фонд оплаты труда, то есть средства, выделенные собственником капитала на покупку рабочей силы. Схематично это можно представить так. Из фонда оплаты труда собственник отчисляет 22% пенсионный фонд, 5,1% фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% фонд социального страхования. Остаток будет равен официальной зарплате, предусмотренной трудовым договором. И от нее государство отщепнет еще 13% в виде подоходного налога. К слову, из страховых взносов, которые сокращают нашу зарплату почти на треть, мы потом получаем, например, как будто бы бесплатную медицину. На самом деле никакая она не бесплатная. Мы платим за нее снижением трудового дохода. А действительно бесплатной система здравоохранения была в Советском Союзе, где источником финансирования социальной политики была прибыль, которая шла не в карман капиталиста, а в государственный бюджет. В целом, в структуре доходов бюджетной системы России налоги на труд занимают существенно меньшее место, чем в западном мире. 51% в среднем по странам ОСР и только 31% у нас. Однако необходимо принять во внимание два обстоятельства. Во-первых, в России значительную часть бюджетных доходов составляют рентные поступления, то есть нефтегазовые доходы. Если привести данные по странам к сопоставимому виду и посмотреть структуру налоговых поступлений в процентах от ненефтегазовых доходов, то доля налогов на труд в России возрастает уже до 43%. Во-вторых, в глаза бросается явный недобор за счет НДФЛ. В России он составляет всего 12% от ненефтегазовых доходов против 24% в среднем по странам ОСР. При этом доля страховых взносов в России значительно выше. И это очень важный момент, объясняющий устройства отечественной налоговой системы. В России установлено пропорциональное налогообложение, то есть плоская шкала подоходного налога. Ставка составляет 13% и не растет вместе с увеличением дохода, как в большинстве более-менее развитых стран мира. Эта же постоянная ставка распространяется еще и на дивиденды, полученные от владения ценными бумагами. Учитывая тот факт, что прибыль, часть которой идет на выплату этих самых дивидендов, облагается все меньшими налогами, не трудно догадаться, что такая фискальная модель работает в интересах богатых людей, перераспределяя национальный доход в их пользу. Чтобы эмпирически обосновать это утверждение, попробуем сравнить уровень налоговой нагрузки на труд в России и за рубежом через такой показатель, как налоговый клин. Налоги, которыми облагается оплата труда, то есть подоходный налог и социальные взносы, создают клин или разрыв между расходами работодателя на труд и тем, что работник получает на руки. Иными словами, налоговый клин представляет собой долю, которая изымает государство из трудовых издержек капиталиста. Следуя методике ОСР, необходимо рассчитать размер клина для разных групп работников в России по размеру заработной платы. Со сравнительно низкими доходами – 67% от средней зарплаты, со средними доходами и с относительно высокой зарплатой – 167% от средней. Во всех трех случаях будем рассматривать гражданина, не состоящего в браке и не имеющего детей. Это деление нам необходимо учитывать потому, что тарифы на страховые взносы в России устроены по регрессивному принципу. То есть ставка снижается вместе с ростом зарплаты, точнее фонда оплаты труда, приходящегося на конкретного работника. Государство устанавливает предельную базовую величину для исчисления страховых взносов с фонда оплаты труда. После преодоления планки в 865 тысяч рублей в год обнуляется ставка взносов в фонд социального страхования. То есть, как бы дальше ни рос фонд оплаты труда, взносы будут постоянными – 2,9% от базы. Второй рубеж – 1,150,000 рублей в год. Если фонд оплаты труда на одного работника оказывается больше, то для него уменьшается ставка взносов в пенсионный фонд – с 22 до 10% на размер превышения над этой базовой величиной. К слову, тариф на взносы в фонд медицинского страхования не меняется в зависимости от величины фонда оплаты труда. Основываясь на этих данных, нетрудно рассчитать, что претендовать на какие-либо льготы может человек с зарплатой от 605,5 тысяч рублей в год до вычета НДФЛ. Итак, перейдем к расчетам налогового клина по группам работников. По данным Росстата, в 2019 году средняя заработная плата составила 47 867 рублей в месяц или 574,5 тысячи рублей в год. Сразу можно увидеть, что люди со средними и низкими доходами в России не могут претендовать на льготные тарифы по страховым взносам. Определим размер налогового клина для этих двух категорий работников. На основе данных о годовой зарплате определяем размер фонда оплаты труда на одного работника. Затем рассчитываем размер подоходного налога и социальных взносов. Суммируя эти два слагаемых, получаем общий размер налогов на труд, который государство взимает с наемного работника. Соотнеся фонд оплаты труда с налогами на труд, получим показатель налогового клина – чуть больше 39%. Напомню, что он выражает процентную разницу между теми средствами, которые капиталист выделил на оплату труда, и той суммой, которую работник получил в кассе. С группой более состоятельных граждан, у которых годовая зарплата достигает уже 958 тысяч рублей, все несколько сложнее. Ведь для них возникают сразу два налоговых послабления – по взносам пенсионный фонд и фонд социального страхования. Уравнение для расчета фонда оплаты труда будет выглядеть как-то так. В общем, если вам надо выучить эту тему к экзамену, поставьте видео на паузу и рассмотрите методику детальнее. Далее производим расчет страховых взносов, подоходного налога, и на основе их суммы определяем размер налогового клина. И тут он уже составляет 35%, то есть на 4% ниже, чем для граждан с меньшими доходами. Сравнивая эти показатели со средними значениями по странам ОСР, можно обнаружить любопытную закономерность. Если там размер налогового клина растет вместе с ростом доходов работников, то у нас, наоборот, падает. Иными словами, наибольшую налоговую нагрузку в нашей стране несут люди со средними и низкими доходами. А учитывая тот факт, что зарплата большинства наемных работников в России находится ниже уровня средней, становится понятно – такая налоговая политика не только не способствует борьбе с социальным неравенством, но и усугубляет эту проблему. Стоит, правда, отметить, что в условиях эпидемии и экономического кризиса российская власть приняла поправки в налоговый кодекс. С 1 апреля они сократили размер ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%. Однако в России на эти предприятия приходится лишь четверть рабочей силы. Учитывая масштабные банкротства последних месяцев, такие меры поддержки будут слабым утешением для людей, вовсе лишившихся своих рабочих мест. Сегодняшний ролик посвящен налогу на труд. И как тут не вспомнить о главных тружениках нашего Отечества – российских олигархах? Регрессивное налогообложение на них также распространяется. И если работник с доходом выше среднего получает некоторые скидки при уплате страховых взносов, то эффективные собственники вовсе от них освобождены. Например, Владимир Потанин, владелец Норильского никеля, устроившего в Сибири экологическую катастрофу, в 2018 году получил доход более чем в миллиард долларов. И заплатил с этой суммы только налог на дивиденды – 13%. При этом страховые взносы с таких доходов в России не взимаются. Вся человеческая жизнь заварзена. Тоже своего рода одноходка, только одна есть дверь в нашей жизни – трудовая. А все остальное – оконные лазы, чердачные ходы. Какой вывод из этого напрашивается? Налоги в России действительно высокие, но только для простых работяг. Государство старательно оберегает богатое меньшинство от этого бремени. И попытки оправдать неудачи российского капитализма фискальными цепями, которые сковывают плечи рыночных атлантов, звучат не слишком убедительно. В полупериферийной сырьевой экономике стратегические цели бизнеса редко выходят за границы компрадорских интересов. А поскольку политика государства определяется раскладом классовых сил, наше молчаливое согласие с такими правилами игры позволяет крупным собственникам бессовестно, но вполне легально залазить в наш карман.